А вы знали, что белорусские машины в том числе собирают белорусские? В цехах БелДжи их, конечно, меньше, чем мужчин, но условия завода позволяют такую работу не делить по гендерному признаку. А количество заказов на машины и Джили, и БелДжи стоит очередь не просто позволяет расширять команду, более того, у президента во время рабочей поездки с посещением завода попросили официально разрешить людям выходить на большее количество часов за двойную оплату. Логика простая. Пока есть спрос, его нужно удовлетворять и коллективу дать возможность заработать. Вносите срочное предложение. Да, правительство. С правительством. Надо шевелиться, он прав. Согласен. И белорусы на это способны и хотят. К тому же согласие и за двойную оплату. Ну, конечно. Правительство – главная задача. И министра – кровь с носа удовлетворить спросу. Это хорошо, когда есть очереди. Любят машину. Машина неплохая. Но желательно, чтобы мы удовлетворяли спрос. В противном случае святое место пусто не бывает. Придут конкуренты. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта. У нас два направления, насколько я понимаю. «Джили» – база здесь. И «Хунцель» – «Юнисон». «Юнисон». Вот два направления или еще появились? Ну, есть еще предложения, но не будем опережать события. Ну, да, да. Ну, есть, если они будут хорошие. И чтобы мы, по-народному, опять говоря, не растопырылись. А то мы сейчас бросимся на эти все марки в мире. А завтра и «Форды», и «Мерседес» что-то предложат. И «Тойота», и «Ниссан» и пошло-поехало. Надо определяться и действовать. «Джили» продвинулись. Знаем, как работать. Будем здесь работать. «Хунцы» появилось. Это более, наверное, премиум-класс. Чуть выше будет. Тоже хорошая машина. Надо понимать, что Китай производит автомобили. Они когда-то начинали, как мы, собирали там еще что-то на колени. Но туда пришли ведущие компании мира. Это высокого уровня производства. Поэтому с Китаем надо сотрудничать, у них учиться и заимствовать все, что можно. Короткий экскурс в историю завода объясняет разницу в названиях. «Джили» и «Белджи». «Джили» — это несколько моделей, которые собирали на старте. Комплекты практически готовыми приходили из Китая. «Белджи» — это уже белорусский автомобиль. Его красят, варят, там много белорусской начинки. Модель «Х50». «ЕХ50» — электроаналог. По дизайну похож на «Кулрей», кстати. Они себя зарекомендовали более чем уверенно на наших дорогах. Вообще, китайские машины — это уже давно реальность в хорошем эконом- и премиум-сегменте. Сейчас рынок с традиционными бензиновыми двигателями начинает активно делить гибриды и электрички. Аргумент — качество-цена. Переживания были. Но когда он пришел, я его увидел снаружи, внутри все пощупали, там крутили руль мягенько, все плавно, плавный ход. Уже понимаешь, что не обманут. «Черри Ховал», «Джак», «Лифан» — это только начало списка китайцев, шоурумы которых есть в Минске. И покупают их все активнее и активнее. Сарафанное радио делает свое дело. Люди остаются довольны, и аргументов немало. В городском цикле 100 километров на день мне хватает, и ты ездишь на электричестве. Дальше — дальние поездки. Если не ленишься, тоже можно выбирать пункты подзарядки. Это занимает 24 минуты, полный объем электробатареи. По деньгам 12 рублей 70 копеек, и ты проезжаешь еще 100 километров. Ну, если лень, можно воспользоваться бензиновым двигателем. Он работает как генератор, просто подзаряжает батарею, и уже два двигателя электро приводят ее в движение. Поэтому от Билджи ждут электрокар до 1 января 2025 года поручения президента. В этом году, еще раз говорю, произведем опыт на промышленную партию. Есть такая договоренность, это в пределах 5-10 машин, чтобы подтвердить, скажем, все те заложенные технические решения конструкторам. В этом году вы сделаете 10 машин с этими комплектующими? С этими комплектующими. Параллельно запускаем создание технологических мощностей на тех предприятиях, которые мы с министром вместе обратились. Когда запустите эти технологии? Я думаю, что постараемся этот вопрос решить незначительно. Короче, не знаю. Не знаю, знаю. Ну так ты говори, что ты мне тут... Ну, оборудование, приобретение... Я спрашиваю, когда? В первые полугодия 2025 года должны завершить все работы. Минимум за сколько времени мы можем это сделать? Сейчас мы должны испытать этот образец эксперимента. Я спрашиваю, время, с твоей точки зрения. Двигатели мы можем освоить достаточно быстро, потому что... Разве знаете, ваша задача. Первый год 2025 года вы должны в основном это все сделать. А через год мы вот в это время с вами вернемся уже на новом Могилевском заводе, где будут все это изготавливать и будут ваши машины. А то вы мне будете тут гадать, рассказывать, какие это зазоры. Вот вам год. Покупайте станок, который вам нужен. Вставьте и начинайте делать. Делать будет Минпром. Минпром. Да. Вместе с вами или... Вместе с нами. Вместе. Мы сопровождаем, помогаем и следуем. К 1 января должны выдать результат. Александру Лукашенко покажут завод. Цеха покраски и сварки плюс все, что инженеры могут в принципе перевести на альтернативное топливо, не задействуя двигатели внутреннего сгорания. В общем, отказ от бензина и дизеля могут пережить даже карьерные самосвалы. Это тоже шаг в белорусском автомобилестроении. Уже понятно, что мы будем в этом вопросе только расти. В 2017-м, когда открылся именно этот завод в Борисовском районе, в год они планировали выпускать около 2000 машин. Сейчас эта цифра выросла в 30 раз. Я мечтал, что когда-то мы в Беларуси произведем свой автомобиль. Я видел его как автомобиль народный. И когда-то я об этом сказал. Но нашими оппонентами, болтунами, откровенно говоря, даже не оппонентами, я был высмеян во всех средствах массовой информации. И это меня укрепило в том, что мы все-таки сделаем свой автомобиль. Поступательное движение и нельзя останавливаться. Сейчас стоит вопрос максимальной локализации всех возможных моделей. От сидений и ковриков до щеток и все электрики. Да, это сложно. Конкурировать на рынке, где многое делается дешевле. Но этот рынок опасен тем, что завтра любую деталь могут просто не привезти. Второе. Белорусская практика уже показала, что мы можем делать все сами. И вот такие начинания могут превратить готовых работать людей в белорусских автомобильных инженеров, разработчиков, дизайнеров высокого класса, здесь, на месте дома. Да и скорость, которой белорусы пересели на свое, говорит о том, что это движение в правильном направлении. Не останавливаясь, уйдем мы с тобой, никто этим не будет из молодежи заниматься. Я только вас... Ну, слушай, я уже опытный человек. Я же тебе говорю, что дети понимают, наши, его, дети, внуки, что все растет в интернете. Вот, ну, туда все выросло. Да нет, через интернет можно купить за большие деньги и прочее. Поэтому нам надо сделать это. У нас, к сожалению, времени уже немного, но детям надо оставить хорошее заделы, как ты говоришь. В общем, большая политика. Сколько будет стоить новый отечественный электрокар, по цене нужно ориентироваться на нынешнюю стоимость Кулрея. Наша задача стоит, чтобы, если Кулрей сегодня стоит, вот условно такая, плюс мы получаем разницу между топливом и зарядкой аккумуляторов, чтобы удорожание приносило не больше вот на этот процент. Общаясь с коллективом Белджи, президент поблагодарит людей за хорошую работу. С таким темпом белорусы могут претендовать на место в мировом автопроме. Мы умеем делать грузовые машины, пассажирскую технику. И вот легковые, свои, есть чем гордиться. Нет в мире ни одной компании, которая сама бы производила все. Поэтому белорусы идут довольно проторенным путем, но в своем направлении. В связи с тем, что мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий, нам надо рассчитывать, прежде всего, на дружественные страны, которые нас не подставят. Я почему и приехал, главный вопрос, на который я всегда отвечаю, что дальше? Весь мир сегодня заточен на производство гибридных автомобилей. Это значит дизельное топливо, бензин тот же, двигатель, подзарядка, электромобиль. И чистые электромобили. То есть мир нам демонстрирует, куда двигаться. И мы определились, что и мы этим путем должны идти. Но модернизируя и совершенствуя это производство. Для новых проектов вам надо там порядка 120-130, если поднажмете, может и меньше, миллионов долларов. Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы развивать и модернизировать это предприятие. Поэтому будем увеличивать долю в этом автомобиле белорусского настолько, насколько мы это сможем сделать. И настолько, во сколько это обойдется, чтобы на рынке быть конкурентоспособным. Чтобы продать можно было. То есть цель моего приезда – перспектива. Пока я президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее. Это достояние нашего белорусского человека. Мы это сделали, будем двигаться вперед. Спасибо вам, что вы на этом этапе сделали многое для того, чтобы люди встали в очередь за вашими автомобилями. К слову о детях, президенту зададут вопросы о безопасности несовершеннолетних в сети. Александр Лукашенко однозначно ответит – сделаем все возможное, чтобы это поле стало чище. Ну и родителям нужно следить за доступным контентом. Президента спросили по поводу кредитов на Джиле. Программа была создана, чтобы повысить спрос населения. Сейчас он такой, что предприятие быстро не справляется. Ответ – на 2024 год кредитования сохранится, а вот дальше будут заново просчитывать. В итоге разговора президенту подарят машину. Приятный момент, которую глава государства предложит передать в служебное пользование медикам или образованию. Что дальше? С белорусским автопромом покажет время. Но мы уже постепенно насыщаем внутренний рынок своими автомобилями и успеваем зарабатывать на внешнем рынке. Больше моделей, больше своего автопрома, больше довольных владельцев. Не к этому ли мы стремимся в год качества? Катерина Круталевич, Дарья Рачко, Александр Олешко, Иван Мартынович. Для главного эфира.